У всех нас есть дорогие члены семьи, которые подвергаются искушениям и испытаниям, откажутся непроходящих сил сатаны, разрушителя, старающегося сделать несчастными всех детей Бога. У многих из нас бывали бессонные ночи. Мы всеми силами старались отгородить этих людей, подвергавшихся риску. Мы просили в молитве защитить их. Мы любили их. Мы старались показать им самый лучший пример, какой только могли. Алма, мудрый древний пророк, столкнулся с похожими испытаниями. Люди, которыми он правил и которых любил, часто подвергались нападкам свирепого врага. Однако они по-прежнему старались воспитывать праведных детей в нечестивом мире. Алма чувствовал, что его единственная надежда на победу заключается в силе, которую мы порой недооцениваем и часто используем слишком мало. Он молил о помощи Божией. Алма знал, что для того, чтобы Бог помог, требуется покаяние как от его народа, так и от его врагов. Потому он избрал другой подход к битве. В книге Мормона это описывается таким образом. И ныне, поскольку проповедование слова имело более великое свойство побуждать народ делать то, что праведно, да, оно имело более сильное влияние на умы народа, нежели меч или что-либо иное, что случалось с ними. А потому Алма подумал, что нужно было бы им испытать силу Слова Божьего. Слово Божье — это учение, данное Иисусом Христом и Его пророками. Алма знал, что слова учения имеют великую силу. В разделе 18 «Учение и Заветов» Господь открыл основу Своего учения. «Ибо вот, и я заповедую всем людям повсюду покаяться, ибо вот Господь, Искупитель ваш, претерпел смерть во плоти, а потому Он претерпел мучения всего человечества, дабы все люди могли покаяться и прийти к Нему. И Он воскрес из мертвых, дабы привести к Себе всех людей при условии покаяния. И вы придете ниц, и вы падете ниц, и будете поклоняться Отцу во имя Мое. Вы должны покаяться и креститься во имя Иисуса Христа. Просите Отца во имя Мое с верой, уповая, что получите, и у вас будет Дух Святой». И ныне, после того, как получите это, вы должны во всем соблюдать заповеди Мои. Возьмите на Себя имя Христа и возглашайте истину со всем здравомыслием, и все те, кто покаются и будут крещены во имя Мое, которое есть Иисус Христос, и устоят до конца, спасены будут. В этих нескольких отрывках Спаситель дает нам совершенный пример того, как нам следует учить Его учению. Это учение состоит в том, что вера в Господа Иисуса Христа, покаяние, крещение, получение дара Святого Духа и стремление устоять до конца благословит всех детей Божьих. По мере того, как мы будем обучать этим принципам тех, кого мы любим, Святой Дух будет помогать нам познать истину. Поскольку нам необходимо побуждение Святого Духа, нам нужно избегать домыслов и самостоятельного толкования, выходящего за пределы истинного учения. Это бывает трудно сделать, когда вы любите человека, на которого хотите повлиять. Он или она могли проигнорировать учения, которым мы их уже учили. И так соблазнительно попробовать что-то новое или сенсационное, но Святой Дух будет являть Дух истины только если мы будем предусмотрительны и внимательны, чтобы не выходить за пределы истинного учения. Один из самых надежных способов избежать даже малейшего искажения учения – это преподавать его просто. Этой простотой приобретается безопасность. И мало что теряется. Простое обучение позволяет нам делиться спасительным учением на раннем этапе, пока дети остаются нетронутыми искушениями обманщика, с которыми столкнуться позже. Мы делаем это задолго до того, как истины, которые им необходимо усвоить, будут заглушены шумом социальных сетей, сверстников или их собственных личных проблем. Мы должны хвататься за каждую возможность делиться с детьми учением Иисуса Христа. Эти моменты обучения драгоценны и случаются гораздо реже по сравнению с неустанными усилиями противоборствующих сил. На каждый час, потраченный на внедрение учения в жизнь ребенка, приходится бесчисленное количество часов противостояния, наполненного сообщениями и картинками, которые бросают вызов этим спасительным истинам или игнорируют их. Некоторые из вас могут задаться вопросами, не лучше ли просто сблизиться с детьми с помощью интересного времяпрепровождения или не начнет ли ребенок чувствовать себя перегруженным нашими учениями? Вместо этого нам стоит поразмышлять, при таком малом количестве времени и возможностей, какими словами учения я могу поделиться, чтобы укрепить их против неизбежных испытаний и их веры. Слова, которыми вы поделитесь сегодня, будут теми, которые они сохранят, а сегодняшний день скоро пройдет. Я всегда восхищался тем, как моя прабабушка, Мэри и Бомели, была предана распространению учения Иисуса Христа. Миссионеры обучали ее семью в Швейцарии, когда ей было 24 года. После крещения Мария пожелала присоединиться к святым в Америке, так что она отправилась из Швейцарии в Берлин и нашла работу у женщины, которая наняла ее ткань для одежды ее семьи. Мария жила в комнате для прислуги, а свой тканский станок установила в гостиной. В то время преподавание учения Церкви Иисуса Христа в святых последних дней было в Берлине незаконным. Но Мария поняла, что не может не поделиться тем, что узнала. Хозяйка дома и ее подруги собирались вокруг ткацкого станка, чтобы послушать учения Марии. Она рассказывала о явлении Небесного Отца Иисуса Христа Джозефу Смиту, посещениях ангелов и книге Мормона. Вспоминая летописи Алмы, она рассказывала об учении воскресения. Она свидетельствовала о том, что семьи могут воссоединиться в Целестиальном Царстве. Энтузиазм Марии в распространении учения восстановленного Евангелия скоро привел к проблемам. Не прошло много времени, как полиция забрала Марию в тюрьму. По дороге она спросила полицейского имя судьи, перед которым должна будет предстать на следующее утро. Она также спросила о его семье и о том, хороший ли он отец и муж. Полицейский описал судью, как человека, приверженного мирскому. В тюрьме Мария попросила карандаш и бумагу. Она провела всю ночь за написанием письма судье, принеся свидетельство о воскресении Иисуса Христа, как оно описано в книге Мормона, рассказав о духовном мире и объяснив учение покаяния. Она предположила, что судье потребуется время для размышлений над своей жизнью, прежде чем попасть на страшный суд. Она написала, что знает многое, о чем ему стоит покаяться. Многое, что глубоко бы огорчило его родных и принесло бы большую печаль ему самому. Утром, закончив письмо, она попросила полицейского доставить его судье, и тот согласился. Позже полицейского позвали в кабинет судьи. Письмо, которое написала Мария, было неопровержимым доказательством того, что она проповедовала учение восстановленного Евангелия и тем самым нарушала закон. Но вскоре полицейский вернулся в камеру Марии. Он сказал, что все обвинения сняты, и она свободна. Преподавание ей учения восстановленного Евангелия Иисуса Христа привело к тому, что она угодила в тюрьму. А возвещение ею судье учения о покаянии вывело ее из тюрьмы. Проповедование Марии Бомели не закончилось ее освобождением. Записи ее слов передавали истинное учение из поколения в поколение, еще не родившимся. Ее убежденность в том, что даже новообращенный может преподавать учения Иисуса Христа гарантировала, что ее потомки будут укреплены в своих собственных битвах. Когда мы делаем все, что в наших силах, обучая учению Иисуса Христа, тех, кого мы любим, кто-то может не откликнуться. Сомнения могут закрасться в ваш разум. Вы можете задаться вопросом, настолько ли хорошо вы знаете учение Христа, чтобы эффективно обучать Ему? И если вы уже предпринимали попытки обучать Ему, вы можете подумать, почему положительное влияние не столь заметное. Не поддавайтесь этим сомнениям. Обратитесь к Богу за помощью. Да. И взывай к Богу о всякой для себя поддержке. Да, пусть привязанности сердца Твоего будут расположены на Господе. Ныне я хотел бы, чтобы вы были смиренными и покорными, и добрыми, отзывчивыми к просьбам, исполненными терпения и долготерпения, будучи умеренными во всем, будучи усердными в соблюдении заповедей Божьих во все времена, прося всего, в чем будет у вас нужда, как духовного, так и мирского, всегда воздавая благодарение Богу за все, что получаете. Если вы станете молиться, если будете говорить с Богом, если будете умолять о Его помощи любимым вами людям, и будете благодарить Его не только за эту помощь, но и за терпение и микосердечие, которые приходят, когда не получаешь желаемого сразу же, а, возможно, и никогда, я обещаю вам, что вы приблизитесь к Нему. Вы станете прилежными и долготерпеливыми, и тогда вы будете знать, что сделали все возможное, чтобы помочь тем, кого любите и за кого молитесь, преодолеть попытки сатаны сбить их с пути. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Мы можем обрести надежду в том, что рассказывается о семьях в Священных Писаниях. Мы читаем о тех, кто отвернулись от того, чему их учили, или о тех, кто боролись с Богом за прощение, таких как Алма Младший, сыновья Моосии, и Енос. В моменты кризиса они вспоминали слова своих родителей, слова учения Иисуса Христа. Вы и эти воспоминания спасали их. Ваши уроки о священном учении не пропадут даром. Я приношу свидетельства о священной работе, обучении детей Небесного Отца простому учению Иисуса Христа, что позволяет нам быть духовно чистыми и в конечном итоге быть принятыми в Божьем присутствии, чтобы жить с Ним и Его Сыном в вечной славе. В нашей семье. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...